Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью» и веду ее сегодня я, Гульнара Сиддикова. И мой собеседник сегодня – начальник отдела муниципальной службы кадровой работы и по противодействию коррупции Кульшат Физавиевна Хазипова. Здравствуйте! Добрый день, Гульнара! Расскажите о деятельности вашего отдела. Отдел муниципальной службы кадровой работы и по противодействию коррупции является структурным подразделением администрации муниципального района Янаульский район и осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством управляющего делами администрации. Отдел несет ответственность за надлежащую кадровую работу, за работу по противодействию коррупции. Перечислю основные задачи и функции нашего отдела. Это организация работы по формированию администрации квалифицированными кадрами требуемых специальностей, организация кадрового делопроизводства, ведение трудовых книжек, личных дел, личных карточек, муниципальных служащих, работников администрации и руководителей подведомственных учреждений. Осуществление контроля за выполнением трудового законодательства руководителями подведомственных учреждений, оформление пенсионных дел муниципальных служащих муниципального района Янаульский район, подготовка проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, в сфере исполнения законодательства муниципальной службы в Российской Федерации и Республике Башкортостан, профилактика коррупционных и иных правонарушений, обеспечение деятельности администрации по соблюдению муниципальными служащими, запретов, ограничений, обязанностей, которые установлены федеральными законами и республиканскими законами, в частности, закона о муниципальной службе в Российской Федерации, о муниципальной службе в Республике Башкортостан, о противодействии коррупции и исполнении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального района Янаульский район, а также соблюдение запретов и ограничений руководителями подведомственных учреждений. На сегодняшний день в администрации муниципального района Янаульский район работают 82 работника, из них 72 – это муниципальные служащие. Если посмотреть гендерный состав наших служащих, в основном у нас работают женщины. Это 58 муниципальных служащих – женщины, 14 муниципальных служащих – мужчины, то есть 58% составляют женщины от общего количества всех муниципальных служащих, работающих в администрации. По стажу муниципальных служащих можно распределить таким образом. До года стаж имеет у нас 5 муниципальных служащих, от года до 5 лет – 13 муниципальных служащих, от 5 до 10 лет – это 11 муниципальных служащих, от 10 до 15 лет – 16 муниципальных служащих, и свыше 15 лет – это 27 муниципальных служащих. Эти цифры говорят о том, что в администрации работают, основная масса работников имеют стаж работы свыше 15 лет, то есть у нас в администрации работают опытные специалисты, высококвалифицированные, которые имеют опыт работы в органах местного самоуправления. Если коснуться вопроса уровня образования муниципальных служащих, то из 72 муниципальных служащих, 70 муниципальных служащих имеют высшее образование, два муниципальных служащих имеют среднепрофессиональное образование, и в том числе 11 муниципальных служащих имеют два высших образования. Это говорит о том, что в соответствии с законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации и о муниципальной службе в Республике Башкортостан, наши муниципальные служащие соответствуют квалификационным требованиям, уровни образования, стажи работы соответствуют согласно действующего законодательства. И руководство района нацелено, чтобы наши муниципальные служащие ежегодно проходили повышение квалификации, профессиональную переподготовку, то есть занимались своим профессиональным образованием. Мы сотрудничаем с Башкирской академией государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан, нефтекамским хилиалом Башкирского государственного университета, а также другими учебными заведениями, расположенными на территории Республики Башкортостан. В районе разработана муниципальная программа развития муниципальной службы на 2018-2021 годы. И в соответствии с этой программой наши муниципальные служащие проходят повышение квалификации, переподготовку, и мы проводим аттестацию муниципальных служащих. В 2019 году 38 муниципальных служащих повысили свою квалификацию по различным программам в различных учебных заведениях Республики Башкортостан. Это составляет 52% от общего количества муниципальных служащих администрации района. Также наш отдел, как я уже сказала, что мы занимаемся привлечением специалистов для замещения вакантных должностей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан разработано положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и положение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных учреждений. В соответствии с этими положениями при появлении вакантных должностей мы проводим конкурсные процедуры. Объявление о проведении конкурса размещается на странице газеты «Янаульские зори», на официальном сайте администрации района, а также сведения подаются в Центр занятости населения, и также открытая вакантная должность размещается на федеральном портале Государственной гражданской службы и управленческих кадров. В администрации создана рабочая комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и руководителя муниципального учреждения. В 2019 году у нас проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации муниципального района. Это начальник отдела промышленности и строительства, начальник отдела по молодежной политике, спорту и туризму, а также главный специалист отдела по бухгалтерскому учету и отчетности. Проведены 5 конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных учреждений, подведомственных муниципальных учреждений. Были открыты такие вакантные должности. Это директор муниципального автономного учреждения физкультуры и спорта «Юность», директор муниципального автономного учреждения наульское телевидение и радио, заведующий детским садом номер 7 «Колокольчик», директор муниципального автономного учреждения Управление сельского хозяйства. И в общей сложности получается в течение года проведено 8 конкурсов, и в них приняли участие 25 претендентов. При проведении конкурса мы работаем с каждым претендентом. Каждый претендент готовится к тестированию и собеседованию. Первым этапом проведения конкурса это является тестирование, то есть мы примерный перечень вопросов даем претенденту, претендент готовится, потом тестовые задания делает. После тестовых заданий проходит собеседование. Комиссию возглавляет, председателем комиссии является глава администрации Ельшат Акзамович, членами комиссии являются заместители главы администрации, привлечены к данной комиссии начальники, некоторых структурных подразделений и также привлекаем извне, то есть некоторых руководителей наших организаций, расположенных на территории района. Также наш отдел занимается подготовкой наградных материалов, то есть это мы готовим, предоставляем в администрацию главы Республики Башкортостан для награждения государственными наградами Республики Башкортостан и Российской Федерации, а также занимаемся подготовкой ведомственных наград и наградами нашего муниципального района Янаульский район. В 2019 году 11 граждан нашего района получили государственные награды Республики Башкортостан и 99 граждан были награждены ведомственными наградами различных ведомств нашей республики и Российской Федерации. А в чем заключается работа по противокоррупционной деятельности? В 2019 году были внесены изменения в структуру администрации. Наш сектор был преобразован в отдел муниципальной службы кадровой работы и по противодействию коррупции. Наш отдел также курирует вопросы профилактики коррупционных правонарушений. То есть муниципальные служащие ежегодно предоставляют справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супругу и на несовершеннолетних детей. Также в районе разработан план мероприятий по противодействию коррупции. Он был у нас на 2018-2019 год и вот в январе текущего года мы разработали новый план по противодействию коррупции на 2020-2021 годы. В соответствии с национальным планом противодействия коррупции Российской Федерации. Наш отдел также ведет антикоррупционную комиссию, комиссию по урегулированию конфликта интересов муниципальных учреждений, руководителей муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов. То есть в течение года проводим заседание комиссии, муниципальные служащие уведомляют о возможном возникновении конфликта интересов. Исполнение данного законодательства распространяется также на руководителей муниципальных учреждений. То есть при возникновении конфликта интересов наши руководители подведомственных учреждений тоже должны уведомлять работодателя. Получается главу администрации муниципального района. И мы ведем эту работу. Данные уведомления рассматриваются на заседаниях комиссии и принимается конкретное решение по каждому факту. Наш отдел курирует вопросы исполнения статьи 12 о противодействии коррупции. То есть после увольнения в течение двух лет муниципальные служащие, которые включены в перечень должностей, должны уведомлять о трудоустройстве в организации в течение 10 дней. В 2019 году у нас пять муниципальных служащих уволены с муниципальной службы. И все они уведомили о своем трудоустройстве в различные организации и учреждения. Одно из направлений деятельности вашего отдела – это курирование вопроса профессиональных стандартов в организациях нашего района. В чем заключается? С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, касающийся вопроса внедрения профессиональных стандартов. Восстановление правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года номер 584 установлены особенности применения профессиональных стандартов для государственных и муниципальных учреждений, а также государственных корпораций, государственных компаний и более 50% акций и долей, в основном капитале которых имеется государственная или муниципальная собственность. Согласно пунктам 1.2 данного постановления, данные учреждения, которые я ранее перечислила, должны были разработать планы мероприятий по внедрению профессиональных стандартов. И во всех 50 подведомственных учреждениях нашего района были разработаны планы мероприятий по внедрению профессиональных стандартов, созданы рабочие группы по реализации данных планов мероприятий и велась кропотливая работа по внедрению введенных уже установленных профессиональных стандартов. Наши подведомственные учреждения ежеквартально отчитывались перед администрацией района и мы готовили сводный мониторинг для предоставления отчета Министерства семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Что представляет собой профессиональный стандарт? Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, которая необходима работнику для выполнения определенного вида профессиональной деятельности, в том числе для выполнения определенной трудовой функции. В отличие от ЕКС и ЕТКС, структура описания квалификационной характеристики в профессиональном стандарте предусматривает более современную конструкцию в виде сочетания требований к образованию, к опыту работы, к стажу, а также к профессиональным навыкам работника. В организациях рабочие комиссии совместно с руководителями организации проводили аттестацию работников. Если работник по каким-то причинам не подходил к требованиям профессионального стандарта по уровню образования, эти работники были направлены на повышение квалификации, на профессиональную переподготовку или на получение образования, которое требует профессиональный стандарт. До 1 января 2020 года подведомственные учреждения должны были внедрить профессиональные стандарты, которые были уже утверждены Министерством труда и социальной защиты. Внедрение профессиональных стандартов носит поэтапный характер. То есть после утверждения профессионального стандарта наши организации должны были поэтапно работать по внедрению того или иного профессионального стандарта. То есть это анализ трудовых функций работника, анализ образования работников и, как я уже сказала, направление работников на переобучение. Данную работу наши подведомственные учреждения проделали. И на сегодняшний день у нас в подведомственных учреждениях введены 28 профессиональных стандартов. Данная работа по внедрению профессиональных стандартов будет продолжена. Мы также со своей стороны будем мониторить ситуацию и также ежеквартально будем отчитываться перед Министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. То есть если на 1 января 2020 года наши учреждения отработали по внедрению профессиональных стандартов, уже утвержденных, то дальше мы будем работать над этим по мере принятия и утверждения профессиональных стандартов на уровне Российской Федерации. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала начальник отдела муниципальной службы кадровой работы по противодействию коррупции Гульшат Хазипова. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Торзок Ночью минус 11, минус 16, при прояснениях до минус 21, днем минус 5, минус 10 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok 13 февраля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили город Будапешт. Взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, продолжалось 108 суток. В тяжелых боях наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Советский солдат принес венграм свободу, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Оформление ресниц, оформление бровей, шугаринг, биоэнергопроцедуры и перманентный макияж. А где он находится? Юбилейная 5А. Над магазином Сантехмонтаж. Чувство радости способно лечить и продлевать годы жизни. А в аптеках Формленд всегда есть повод для радости. Скидки, скидки до 50%. Формленд Аптека Доброго Здоровица. Внимание, только один день. 14 февраля в пятницу в МКДЦ города Янаул состоится выставка продаж модных и элегантных, удобных и практичных женских пальтов. Новая коллекция. Для женщин всех возрастов. Производство «Россия». Низкие цены и беспроцентная рассрочка. А также в продаже. Пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, пуховики, утеплитель, верблюжья шерсть. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. И кто ничего не забыл, завтра! Завтра у меня день рождения! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова